Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора это автомобиль, который прежде всего подойдет тем людям, которые за свои деньги хотят получить максимум автомобиля. Прежде всего в том, что касается его внешних габаритов, полезного объема, объема двигателя и, конечно же, машина будет при всех прочих полноприводной и с высоким клиренсом. Именно под такие запросы в свое время компания Honda и вывела данную модель на рынок Америки. Тем не менее, эти машины продавались новыми и у нас в России, в том числе по каналам официальных дилеров и на вторичном рынке представлены в довольно-таки неплохом объеме для своего класса. О том, на какие моменты нужно обращать внимание при выборе подобного автомобиля, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Honda Pilot второго поколения. Honda Pilot второго поколения Honda Pilot 2-го поколения в кузове YF4 дебютировала в 2008 году. На конвейере эта модель продержалась 7 лет, что весьма неплохо по нынешним меркам. В 2011 году модель обновили и в ходе рестайлинга косметически поправили внешность машины. Причем эти обновления действительно были косметическими. А вот что было существенно между дорестайлинговым и рестайлинговым пилотом, лежит пропасть по части транспортного налога. Дорестайлинговые автомобили имели мощность двигателя в 257 лошадиных сил. После рестайлинга этот параметр привели к реалям российского налогового обложения и машина стала выдавать 249 лошадей. Так что, если вы ищете фонду пилот с низкой ставкой транспортного налога, ваше внимание будет обращено на машины, выпущенные после 2011 года. Правда, на разницу в стоимости подобных экземпляров, в принципе, транспортный налог в большинстве регионов можно платить пару-тройку лет. Что касается выбора агрегатов, то их здесь не было. На российском рынке, да и в принципе, эта машина предлагалась, по сути дела, с одним-единственным двигателем объемом 3,5 литра. В разных вариантах мощности в зависимости от периода выпуска, как уже было сказано. Коробка передач на пилоте может быть только пятиступенчатая автоматическая, ну а привод, во всяком случае, для версии российского рынка был только полный. Наш сегодняшний экземпляр 2008 года выпуска – это дорестайлинг. И таких на вторичном рынке России большинство. По традиции, в начале обзора скажем пару слов про толщину и качество красочного покрытия автомобиля, а также про то, насколько хорошо кузов машины сопротивляется нашим дорожным реалиям. В данном случае, Honda Pilot по толщине лакокрасочного покрытия вполне себе средний японец. От 90 до 140 микрон, в редких случаях под 150. Что касается качества окраса, то оно также типичное для любого другого легкового автомобиля. Пилот точно так же имеет свойство покрываться сколами и мелкими царапками. Ну, а если автомобиль черный, то, соответственно, раз в несколько лет вас ждет восстановительная полировка кузова, если вы используете этот автомобиль достаточно интенсивно и особенно для выездов в лесистую местность. А вот в том аспекте, который касается ржавчины на кузове Honda Pilot, в принципе, можно отметить весьма положительно. Ржавеют эти автомобили не особо охотно. По большому счету, к слабым местам на этих машинах можно отнести разве что традиционную для большинства автомобилей с кузовом универсал пятую дверь. Ее осмотреть стоит внимательней. Разумеется, если вы смотрите автомобиль первых лет выпуска, который эксплуатировался в регионе, где администрация не скупилась на дорожные реагенты, обязательно осматривайте и прочие типичные для других автомобилей места, а именно пороги, низы дверей и так далее. Но, как правило, основной рыжий налет на этих автомобилях все же находится на днище. Так что при осмотре автомобиля обязателен его осмотр на подъемнике. Пройдите внимательно с фонариком, не поленитесь посмотреть дно на предмет отсутствия сквозной коррозии. Кстати говоря, кузов у Honda Pilot второго поколения, несущий рамы в том виде, в каком она присутствует, например, на Mitsubishi Pajero Sport или на Land Cruiser Prado, здесь нет. Однако называть эту машину паркетником, по нашему мнению, все же не совсем верно. Сама компания позиционировала ее как внедорожник, и возможности этого автомобиля превосходят то, что мы обычно именуем городским кроссовером. Также из моментов, которые достаточно часто встречаются на поддержанных пробежных пилотах, это проблемы с хромированной отделкой. Там, где она еще до сих пор сохранилась, хром вздувается, но это характерно не только для Honda Pilot, поэтому это скорее камень-богород большинству современных автопроизводителей. А также практически на каждом втором или каждом третьем пилоте предыдущий собственник предпочитал выключить из работы омыватель фар по причине того, что трубки подачи жидкости в данном случае не отличались особой прочностью, и зачастую даже на не очень больших пробегах начинали бежать. Либо проблема могла также заключаться в самих форсунках омывателя. Поэтому на большинстве таких автомобилей, как мы уже сказали, встречаются отглушенный из работы омыватель фар. Ну а теперь поговорим про силовую установку Honda Pilot, которая в зависимости от года выпуска машины могла выдавать либо 257, либо 249 лошадиных сил. Этот двигатель носит маркировку J35Z4. Это V-образная алюминиевая шестерка. В данном случае привод ГРМ выполнен при помощи ремня, поэтому менять этот самый ремень нужно раз в 90-100 тысяч километров пробега. И это относится к оригинальным комплектующим. Если же вы устанавливаете дубликатные запчасти, корректируйте интервал замены в меньшую сторону. Береженого бог бережет. Также по старой доброй хондовской традиции J35Z4 лишен гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Поэтому регулировка клапанного механизма должна выполняться раз в 40-45 тысяч километров пробега. И у тех, кто ей пренебрегает, могут наступить весьма неприятные в финансовом плане последствия, о которых чуть позже. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, в данном случае можно отметить систему изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов IFTEC, а также систему VCM. VCM расшифровывается как Variable Cylinder Management, и это система деактивации части цилиндров. В данном случае на Хонде Пилот из работы могут выбывать два либо три цилиндра, в зависимости от режима движения. Цель, с которой эту систему создавали, довольно благая. Работает она в основном на трассе, в основном при прямолинейном движении без резких ускорений. В этом случае она действительно позволяет сэкономить какую-то часть топлива. И в принципе, если вы водите автомобиль по трассе в пределах скоростных ограничений, плюс погрешность на нештрафуемый порог, то, скорее всего, вы можете уложиться на этом необтекаемом и немаленьком автомобиле в отметку 9,5-10 литров на сотню. Но в городе система бездействует, поэтому, если вы перемещаетесь в городских пробках, потоки, да еще и любите притопить, будьте готовы к тому, что цифры расхода топлива на 100 км будут начинаться от 20. На Хонде Пилот, на двигателе J35Z4, компания также применила и впускной коллектор с изменяемой геометрией. В данном случае двухступенчатый, в работу он включается на 4200 оборотов в минуту. Нужно сказать, что этот двигатель для Хонды Пилот вполне себе оптимален с точки зрения разгонных, например, характеристик. Его мощности и крутящего момента достаточно, чтобы разогнать эту немаленькую машину до 100 км в час где-то за 8,5-8,7 секунды. Ну, а теперь поговорим про некоторые нюансы и проблемы, которые может привести данный силовой агрегат своему владельцу. Первый момент, с которым так или иначе сталкиваются большинство владельцев Хонды Пилот, это борьба с течью как раз-таки системы VCM, блока VCM. В данном случае вы открываете капот и наблюдаете, что генератор и соответствующий угол двигателя у вас весь уделан маслом. В этом случае как раз-таки необходимо, согласно официальному мануалу замены всего блока в сборе, ну, а неофициально вы можете заменить только прокладки. В принципе, не такая уж это и дорогая, и сложная процедура. С этой же системой деактивации цилиндров связаны еще некоторые моменты. В частности, если у вас на панели приборов горит чек и машина при этом подтраивает, виноваты в этом могут быть не обязательно катушки зажигания. В данном случае может быть проблема как раз-таки с клапанами VCM. Клапаны эти меняются несложно и стоят не так дорого. Так что, если вы обнаружили подобную неисправность на автомобиле, это точно они, вы ее просканировали и убедились в этом, в принципе, вы можете немного поторговаться с продавцом на устранение данного дефекта. А вот вторая проблема, связанная с J35Z4, она достаточно дорогостоящая. И диагностируется она прежде всего на слух. Если вы смотрите подобный автомобиль с большим пробегом, а большой в данном случае это может быть и 150 тысяч километров, и двигатель откровенно тарабанит, работает жестко, то, скорее всего, после покупки подобного автомобиля в скором времени, вы можете столкнуться с необходимостью менять распредвалы в связи с износом кулачков. Данная проблема особенно часто попадается на автомобилях, где собственник категорически пренебрегал процедурой регулировки клапанных зазоров, а также затягивал со сменой масла. Причем второй фактор здесь, конечно, не основной, но в какой-то части способствующий появлению проблемы. Распредвалы довольно недешевые, хотя применительно к стоимости самого автомобиля данный ремонт, ну, может быть, и не столь дорог. Но вот при покупке автомобиля подстраховаться от того, чтобы сразу не заниматься этим самым ремонтом, вы, в принципе, можете и желательно, конечно, покупать такую машину после диагностики в профильном хондовском сервисе. Четвертый момент, с которым приходится сталкиваться на подобных автомобилях, это расход масла на угар. Причиной этому, как правило, служат уже маслосъемные кольца, и данная проблема может начинаться к пробегу около 200 тысяч километров, ну, в некоторых случаях ранее. Как водится, способствуют этому затягиванию интервалов смены масла и использованию не пойми каких горюче-смазочных материалов. Собственно говоря, диагностировать дымящий пилот, как правило, не составит сложности даже при банальном осмотре. Попросите владельца автомобиля хорошо разгазовать двигатель, желательно подержать обороты двигателя на отметке 2000 где-нибудь, секунд 30-40, а потом продавить педаль газа в пол и в этот момент наблюдать за тем, что происходит возле выхлопной трубы автомобиля. В большинстве своем в выхлопе будет чувствоваться запах масла. Особенно явно это будет проявляться на автомобилях, где предыдущий собственник уже удалил каталитические нейтрализаторы, а таких автомобилей на рынке, скорее всего, уже большинство. Вообще, если говорить про расход масла, то условно нормальным для этих моторов можно признать ситуацию, когда на 8-10 тысяч километров пробега вы доливаете до 2 литров моторного масла. Если больше, то это уже повод в ближайшее время отправить свой J35 на капремонт, хотя бы в виде замены поршневых колец. Ну и последнее, что еще можно упомянуть, это достаточно недешевые опоры двигателя, хотя ходят они достаточно долго и в большинстве своем доживают до пробега в 200+. Подводя итог про двигатель и про его ресурс, можно сказать следующее. Даже с учетом всех проблем и симптомов, эти моторы, в принципе, выхаживают порядка 300 тысяч километров пробега. В некоторых случаях и больше, в том числе и с масложором. Но, если вам повезло и вы нашли подобную машину в хорошем состоянии и будете за ней тщательно следить, то вы можете рассчитывать на то, что ваш J35, в принципе, проработает достаточно долго. Самое главное, не перегревайте двигатель, меняйте масло почаще и не пренебрегайте регулировкой зазоров клапанов. Что касается коробки передач, на Хонде Пилот устанавливалась пятиступенчатая классическая автоматическая КПП. Ресурс этой коробки весьма и весьма немаленький, особенно если за ней следить и менять масло хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега. В принципе, эта трансмиссия весьма надежна и какими-либо проблемами собственников подобных автомобилей огорчает крайне редко. Помните, что исправная КПП на данных автомобилях, в общем-то, должна работать без каких-либо дерганий, пинков и так далее. Хотя на автомобилях с большими пробегами за 250, уже ближе к 300 тысячам километров, эта коробка может начать немножко подталкиваться при переключении, но не более того. Так что коробка передач здесь крепкая, ну а теперь скажем пару слов про систему полного привода. Система полного привода на пилоте называется WTM4, Variable Torque Management, то есть изменяемое распределение крутящего момента. В данном случае система имеет три режима работы. Первый. Режим контроля на разгоне. Когда вы трогаетесь с места и активно набираете скорость, система перебрасывает часть момента на заднюю ось сразу, не дожидаясь пробуксовки передних колес. Это обеспечивает напористый и ровный разгон, нормальный, эффективный, с хорошим сцеплением с дорогой. По мере набора скорости система убирает часть момента с задней оси и к моменту, когда вы идете по трассе, по асфальту без всяких пробуксовок автомобиль у вас становится чисто переднеприводным. То есть в данном режиме машина экономит топливо. Но в случае, если вы движетесь по дороге с не очень хорошим скользким покрытием и система поймала пробуксовку передней оси, то в данном случае довольно оперативно момент будет переброшен назад. И это как раз таки второй режим, связанный с пробуксовкой и скольжением. Третий режим. Это блокировка. Причем блокировка в данном случае реализована весьма интересно. Если на большинстве кроссоверов за блокировку полного привода у вас отвечает, ну и вообще за подключение задней оси в работу, отвечает муфта, которая включает оба задних колеса, но при этом у вас остается свободный дифференциал. То есть в случае чего одно из двух колес сзади будет вращаться, а второе стоять. На Хонде Пилот ситуация несколько иная. Дело в том, что на этих автомобилях существует, как бы упрощенно говоря, две муфты подключения. По одной на каждую полуось. В случае, когда вы задействуете режим блокировки WTM4 LOG в принудительном порядке, у вас блокируются обе многодисковые муфты. Причем блокируются они одновременно. То есть эта система как бы имитирует работу межколесной задней блокировки, что значительно увеличивает проходимость автомобиля. А вот крутящий момент, который в это время поступает на задние колеса, это 55%. Подобный режим позволяет здорово карабкаться, например, по скользким склонам. Ну и вообще, в принципе, изрядно увеличивает проходимость. При этом, если скорость движения автомобиля превысит 10 км в час, то имитация блокировки заднего межколесного дифференциала уже выключится из работы. Ну а после достижения скорости в 30 км в час, весь крутящий момент в большинстве своем перейдет обратно наперед, и система вернется в режим проскальзывания. Кстати говоря, чтобы активировать эту систему, вам необходимо будет задействовать коробку передач либо в режиме низкой передачи, то есть на единице или на двойке, либо в режим заднего хода. На нейтралке, на драйве и на паркинге никакого эффекта от нажатия кнопки WTM4 LOG у вас не будет. Ну а теперь поговорим про ходовку Honda Pilot. Но перед этим сделаем одну ремарку. Когда вы будете осматривать подобный автомобиль на подъемнике, не забудьте осмотреть переднюю часть машины на предмет отсутствия каких-либо подтеков масла по системе охлаждения коробки передач. На автомобилях в возрасте к таким утечкам может приводить банальная коррозия радиатора охлаждения, в котором находится дополнительный контур охлаждения жидкости коробки. В этом случае поможет только замена всего радиатора в сборе. Что касается ходовки Honda Pilot, то для такого большого и тяжелого автомобиля ходовая часть на самом деле весьма неплохо сбалансирована. Она и достаточно комфортная при езде по дорогам с не очень хорошим покрытием, и вместе с тем машина достаточно уверенно стоит на трассе. Он кренится, но кренится в меру. И рулится довольно неплохо, опять же, для своих габаритов и своего веса. В общем, довольно оптимальный автомобиль, если вы часто ездите по загородным трассам до еще большой компании, при этом позволяющей вам съехать с дороги. Подвеска крепкая и довольно ресурсная, но вес автомобиля тоже берет свое, поэтому кое-какие определенные слабые места у этой подвески есть. Спереди у нас использована схема McPherson, но сзади многорычажка. Что касается передней подвески, то, например, ресурс тех же самых шаровых опор, которые по замыслу производителя меняются здесь в сборе с рычагом, порядка 120 плюс тысяч километров пробега. Рычаги выхаживают порядка сотки, потом может потребоваться замена, ну, либо замена отдельно сайлент-блоков, если мы будем говорить про дубликатные запчасти. Рулевые тяги и наконечники также вряд ли побеспокоят вас на пробегах до 120 тысяч, ну, естественно, при условии использования оригинальных деталей. А вот если вы выбираете автомобиль, который проехал 170, 150, 200 тысяч километров пробега, то при осмотре уделите внимание тому, в каком состоянии наружные шрусы, поскольку на автомобилях Honda эти детали традиционно достаточно дорогие, а применительно к таким автомобилям, как пилот или, еще хуже, кросс-тур, они еще и довольно дефицитные. Так что неисправность шруса – это повод серьезно поторговаться с продавцом. Также, поскольку вы покупаете полноприводную машину, обязательно посмотрите кардан. Посмотрите крестовины на отсутствие люфтов, хотя встречаются подобные вещи на пилотах крайне-крайне редко, почти никогда. И обратите внимание на то, чтобы подвесной подшипник кардана у вас также находился в исправном состоянии. Он не должен издавать каких-либо лишних звуков и не должен болтаться в своем резиновом демпфере. Что же касается рулевой рейки, например, самого дорогого компонента любой ходовки, этот узел на автомобилях Honda Pilot 2-й генерации не самый сильный, но и далеко не самый чахлый. Выхаживает рейка до появления каких-либо первых проблем за 100 тысяч километров пробега. И, как правило, предвестниками этих самых проблем бывают подтеки гидравлической жидкости либо с насоса, либо со шлангов системы ГУР. Что касается задней подвески Honda Pilot, то самое слабое звено в данной многорычажке это, как ни странно, вовсе не рычаги, а скорее амортизаторные стойки. По большому счету задние амортизаторы это, наверное, единственный просчет в подвеске пилота. К пробегу порядка 100 тысяч километров они уже могут стучать, подтекать и проситься на замену. Что касается ресурса, например, пружин, он составляет довольно внушительные 200 тысяч километров, а то, в некоторых случаях, и более. Ну, а ступичные подшипники могут попроситься на замену после 120, но, опять же, у кого КА. Кто-то проезжает и по 200 тысяч километров на этих автомобилях и не слишком заморачивается ремонтами ходовой части. Все зависит от того, в каких условиях и в каких режимах вы будете эксплуатировать свой автомобиль. Кстати, вот и та самая муфта подключения в работу задней оси Honda Pilot 2, состоящая, по сути дела, из двух многодисковых сцеплений, которые могут включать в работу как каждую полуось по отдельности, перераспределяя момент, так и замыкаться полностью, включая в работу одновременно оба задних колеса. Как водится, самым уязвимым моментом является управляющая электроника, а именно разъемы, расположенные по бокам муфты, которые, в принципе, хоть и находятся на ее верху, но, тем не менее, вполне реально погрузить их в воду при преодолении, например, брода. Что касается интервала замены рабочей жидкости в данном узле, производитель предписывает менять ее раз в 15 тысяч километров пробега. Итак, какие выводы можно сделать под всем вышеизложенным и вышесказанным про данный автомобиль? А Honda Pilot, на самом деле, помимо своих габаритных размеров, вместительности, сильной местности и так далее, имеет целый ряд плюсов, в том числе хорошую стойкость кузова к коррозии, правда, если речь идет не про восстановленные после тотальных ДТП автомобили, здесь довольно-таки крепкая автоматическая коробка передач и комфортная, при этом достаточно выносливая ходовка. По большому счету, самая дорогая проблема, которую вам может подкинуть поддержанный пилот, это все-таки двигатель, поэтому на диагностику двигателя при покупке подобного автомобиля желательно потратить побольше времени, внимания и денег, чтобы впоследствии не заниматься ремонтом достаточно недешевым. В остальном, если же вам повезет и вы найдете подобный автомобиль в хорошем ухоженном состоянии и будете его поддерживать в таковом, эта машина станет для вас универсальным вариантом для езды как по городу, так и для выездов на легкое бездорожье. Ну а уж про длинные вояжи между городами по загородным трассам и говорить нечего. Это стихия данного автомобиля, для которой он, собственно говоря, изначально и создавался. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Также, если вы владеете или владели Хондой Пилот, проехали на ней не одну сотню тысяч километров и вам есть, в чем нас поправить или чем нас дополнить, пишите в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобную машину, ваш комментарий может оказаться крайне полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.